Ну, можете пройти, посмотреть, как мы думаем. Параллельно проходим стампи. Водонагреватель для воды стоит. Греем воду. На ярком тепло работаем. Сами заказали. По типу титана. Да, да, да. А было у нас два бойлера 200-литровых. Здесь делали? У вас делали? Да, мы заказывали, нам здесь делали. Два бойлера было электрический. Свет подорожал, ну что, а воды не хватает. И сейчас даже на улице минус, у нас корыта никогда не замерзает. Хотя в корытах стоят еще электротены, щиты, шайбы вот эти, делаваль, которые защищают от замерзания поплавки вот эти. То есть предусмотрено все на... Ну, у нас было так, что вот мы вот в таких условиях два года назад или три, было у нас держала погода минус 24 целый месяц. Ну, мы обставили соломой, чтобы ветер не так дул рулонами соломы. Сюда поставили соломой, чтобы коровке было где-то прислониться, было теплее. Ну, пережили и с молоком не упали. Падаем с молоком в жару. Жара это, конечно, все. Ну, вот такие станки, вот, обратите внимание, счетчики молока установлены здесь. Здесь Шилмаш-сервис немножко накалтурил, но обещали сделать уже полгода. Обещаю сделать стаканы для промывки, сделать это все. Ну, это как бы, мы опять хочу сказать, это мы внедряем. Это внедрение. Вот. На другой ферме там уже сделали красиво. А это же самые первые образцы, которые мы посмотрели. Вот. Условия таковые. Вот, наярка открывает... Кверку коровки сами идут сюда, становятся. Когда фиксируются, когда нет, когда и так долят. На возвышенности, вот на такой мы сделали, немножко удобнее. Вот. Здесь же животные получают корма. У нас наярки своих коров знают наизусть. По имени, отчеству, по тому, как по срокам их осеменения, когда она осеменилась, когда она в запуск должна идти. И зоотехника эту работу ведет, она всю, все отслеживает. Вместе с доктором нашим. И регулируется. Здесь вот дополнительно скармливается концентрированная часть кормов. Вот там стоят добавки. В ящике смешиваем. Ну, нет у нас пока еще. Не можем мы себе позволить купить миксер. Вот. Потому что других расходов. Но в этом году мини-кормы мы купим. А вообще, по-моему, мы ведем у нас две крупоружки. Мы перевезли их на ту ферму. Там дробим. И здесь дробим пропорции. Смешиваем келеги. И как бы скармливаем. Здесь же у нас кабинет доктора. Доктор под присмотром. Зоотехник здесь. В тех корпусах тоже сделано все аналогично. Там ассиминатор находится. Сын у меня ассиминает животных. Тоже же у нас такая проблема была, как с цехом переработки. Людей не найти на работе. А и дошли уже до того, что мы скоро в ступор упадем. И я уже тогда понял, что переработка молока – это просто отправить на каторгу людей. Это очень каторжный труд. Я вам хочу сказать. Это очень каторжный труд. И непростой. Ну, пришлось вот, не знаю. Сына вызвал, говорю. Или нам придется наш грант 5 миллионов возвращать. Или мы сейчас запустим это производство. Мы его добьем все-таки. Ну, как говорится, свои люди никогда не продают и понимают ответственность. И пошли работать и днем, и ночью. Сегодня уже как бы ситуация наладилась. Появились специалисты, воспитали кадры мастеров, которые работают в цеху. С ноля начинать, это, конечно, очень тяжело. Сегодня уже и сын может как бы возложить ответственность на мастеров, на людей ответственных. Уже это не настолько как бы. Ну, во всем, я хочу сказать, организации. Я у датского фермера спросил, ты можешь поехать, позволить себе к нам съездить? Не, говорит. Я ж отсюда не уеду. А все в организации труда. И я хочу сказать, вот те, которые люди, которые еще с наших колхозных времен, которые уже отработали, они знают эту систему работы, систему организации. Я считаю, что это, наверное, была самая универсальная организация труда. Единственное, что мы тогда страдали, гигантоманией. Но сегодня вот формы хозяйств, они такие, там, тысяча гектар, 300 гектар, 500, 100. Но, ну, только с организацией работающих мест и с участием именно всех жителей, чтобы люди действительно тоже были привлечены. Не будем привлекать людей, останемся без специалистов. Никто учиться не пойдет на ветрача, потому что будет говорить, а куда же я пойду работать? Или на ассиминатора, зоотехника. То есть вопросов много. Ну, посмотрели. На доярке очередь, скажу прямо. У нас доярки работают, два дня работают, два дня выходные. Рафик работает. И пенсионеры, и молодые. Сегодня у нас Тамара Раратовна. Вот она, вот, посмотрите, как. Вот, вы гляньте на это счастливое лицо. Посмотрите. Вот и все. Люди довольны. Нравится, комфортный график работы. Да, ну, она на пенсии, она трудоспособна. И вы же сами знаете, какие задачи перед нами сейчас ставят. Поэтому, я считаю, ничего тут плохого нет. Работаю, слава богу. Только говорят, уволь меня, уволь, чтобы пенсию сохранить. Пенсию, вот работающим пенсионерам, пенсию надо сохранять. В том виде, со всеми индексациями. А то, получается, что если ты работаешь, то тебя лишают всех индексации. Это неправильно. Пойдемте. Молочное оборудование компания «Живмашсервис». Услабинск. Все это смонтировалось за 300 тысяч. Зал на 6 дней. Стоится в каждом корпусе до 100 голов. Ну, здесь холодильник только на улице. Посмотрите, кому интересно. То же самое, стоит водонагреватель, греет воду. Это всё, здесь холодильник. Кто-то приavor стоит. А Sidewater? Ну, это здесь где-то, на самом деле. А еще, теперь уже должен, кто-то победить. А есть? Ну, нет, desert. Нет, здесь нужно. Отгрыли, да. Потом туда-то, сюда. Да-да, сюда. Отгрыли. От грыли. Продолжение следует...